Военный парад в прямом эфире смотрели ветераны Ак-Тубе. Расположились они в Центральном парке, где вместе вспоминали события тех далеких дней и удивлялись военной мощи нашей страны. Торжественные мероприятия сегодня проводят также в районных центрах Хрумтау, например. В эти минуты происходит, так сказать, историческое событие. А вот какое именно, расскажет наш корреспондент в Актюбинской области Елена Устимович. Елена, день добрый, вам слово. Здравствуйте, Лаура. Жители Хрумтау сегодня собрались на площади по проспекту Победы. Здесь открылся комплекс Родина-Мать. Это своеобразный подарок всем ветеранам и жителям в канун юбилея Победы. Стоимость проекта 18 миллионов тенге. В бронде увековечен образ матери, которая во время войны ждет весточки от сына. Это своеобразный символ мира, который соединили скульпторы в этом памятнике. С авторами из вояния выступили Марат Габдрахманов и Женис Жубанкосов. В течение трех месяцев они трудились здесь, чтобы успеть ко дню Победы. На проспекте состоялось торжественное шествие. Учащиеся школ Хрумтау продемонстрировали высокое мастерство строевой подготовки. Удивили сегодня горожан и школьники младшего звена. Они также дружно прошагали по площади и исполнили песни военных лет. Кроме того, 180 старшеклассников получили сегодня приспесное свидетельство. Момент обретения документа воинского учета для будущих солдат стал волнительным и очень ответственным мероприятием. Ребята рассказали, что очень долго готовились к этому дню. Для меня это большая гордость получить приписное. Я считаю основным долгом служить в своей республике. Когда мой брат получал приписное, я как-то немного завидовал ему, но после дождался своего момента. Я очень сильно рад этому событию. С нашего района за каждый призыв уходит минимум 60 человек вооруженной силы. Мы проводим очень тщательный отбор, где изучаем все данные, в первую очередь состояние здоровья, психологические данные. Хочется отметить, что именно здесь, у комплекса «Родина-Мать» 9 мая пройдет основное празднование 70-летия Великой Победы. Согласно архивным данным, больше 13 тысяч жителей района в годы войны отправились на фронт. Многие из них не вернулись. Есть имена, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Их родственники, а также труженики тыла, горожане и, конечно, сами живые свидетели Великой Отечественной соберутся здесь 9 мая. Всего в районе проживает 6 участников войны. На этом у меня все. Лаура. Благодарю, Елена. Моя коллега передавала из Хромтау, где сегодня в честь предстоящего юбилея Победы открыли памятник.